Президент Беларуси Александр Лукашенко звернулся с аштогадовым посланием до Беларусского народа и национального сходу. Выступ керавника державы, организованный в Палаце Республики, протягивался 3,5 годины. Непосредственно на мероприемстве у столицы присутничала широкая кола удельников, пользуя 2,5 тысячи человек, представников из всех регионов Украины, парламентарии, высшейшие службовые особы краины, члены Урада, керавники державных органов, представники ДИП Корпуса и международных организаций. Керавники религийных конфессий, представники реального сектора экономики, эксперты, специалисты розных галин, молодцы, работники республиканских и региональных СМИ, блогеры, активные жахары регионов. По традиции, послание президента Александра Лукашенко до Беларусского народа и национального сходу транслировалось на национальных каналах и радиоупрамым эфиры. Традиционная тема послания Александра Лукашенко – добробыт грамадян и забеспечение беспеки. Это два пытания по меркованию керавника державы, як николе все неактуальны. Наша краина подвергается необоснованному экономичному тиску. Не глядяши на это, беларуская экономика показывает стабильный рост, а держава проводит незалежную внешнюю и внутреннюю политику. Пачусь галуны посылы от беларусского литра у промым эфиры, такую махчымость организовал на местах профессийный союз для своих удельников. Послание президента беларускому народу – это всегда новые посылы и ответы на важнейшие вопросы, которые волнуют в настоящее время наши граждане. Президент озвучивает основные направления внутренней и внешней политики нашей страны. И мы от лица профсоюзов, со стороны профсоюза, пусть не в большом зале, здесь на местах тоже считаем важным принять участие в этом знаковом событии и послушать выступление президента перед беларусским народом. Сегодня президент озвучил, наверное, для каждого из нас, для каждого человека, те вопросы, которые очень значимы на сегодняшний день. Глава государства глубоко проанализировал ту ситуацию в стране и в мире, озвучил пути развития Беларуси. В этом послании, вот то, что президент нам сказал в послании, наверное, это для нас кладезь идей, стратегических задач, которые всем нам предстоит реализовать в будущем. Как было огучено подчас выступления президента, наша краина протягла обудовать свою модель державности и стоит на порозе республиканского референдума по унесении изменений и дополнений у основный закон краины. Важнейшая громадско-политичная падея – самая обмерковываемая тема. Об курсе дальнейшего развития и договорка подчас звороту, в який у промывы фиры назирали супрацовники областного института развития адукации. За последний год вообще произошла грандиозная и такая важная работа по написанию новой конституции. И сегодня в послании президента он об этом, скажем так, подчеркивал и говорил о том, что о консолидации граждан в обществе, о том, что благополучие граждан зависит, скажем так, от нашей ответственности, от осознания нашей роли именно в предстоящем важном событии. Что касается новой конституции, конечно, мы знакомились и читали статьи и понимаем о том, что, с одной стороны, там очерчены важные векторы общественного развития, причем устойчивого развития. С другой стороны, там очень хорошо просматриваются духовные ценности, опробированные веками. И другие аспекты духовной жизни. Это дает, конечно, возможность нам сохранить, во-первых, семейный институт, во-вторых, дать гарантии социальные уязвимым слоям населения, сохранить историческую память, то, что немаловажно. Но и, с другой стороны, это, наверное, дает возможность нам противостоять, вот то, что сегодня подчеркивал президент не раз, в сложной политической обстановке угрозам и вызовам со стороны. Что касается того, что мы работаем в системе образования, какая ответственность, то, конечно, я и мои коллеги осознаем чувство сопричастности, во-первых, к этому событию, еще раз подчеркиваю, что это важное событие, это историческое такое в мировой политике, и осознаем свою социальную роль. Я так думаю, что, наверное, от каждого из нас зависит наш выбор и выбор наших детей. Главное, наверное, что удалось, так скажем, услышать и почерпнуть для себя, это то, что президент наш за единство и мир. То есть я солидарна с ним в этом плане и тоже придерживаюсь этой позиции, так как, наверное, главное, что должно быть в государстве, это мир и единство. То есть о недопущении каких-то военных действий со стороны нашей страны, о мире, который будет в государстве и дальше, то есть это придает какую-то уверенность, какую-то стабильность. Очень важно прививать детям с юного возраста любовь к своей родине, в том числе к исторической родине. К сожалению, в современном мире, наверное, в современном мире, таком достаточно динамичном, очень мало внимания уделяют, может быть, родители со своей стороны, именно к культурному, духовному развитию детей, так как они зачастую немножечко, так скажем, забывают свои корни, своих предков, город, в котором они родились, то есть историю города, историю страны в целом. Поэтому это очень важно. И тот упор, который делается в 2022 году именно на историческую память, я думаю, очень важен, так как принесет пользу и подрастающему поколению, они смогут углубить свои знания в этой сфере и, наверное, смогут передать его будущему поколению. Я думаю, что ежегодное послание главы нашего государства – это очень важное событие в жизни каждого белоруса. Каждому из нас важно услышать, как будет развиваться наша страна и по какому пути мы пойдем. Послухать послание Александра Лукашенко до белорусского народа и национального сходу на прационных местах отрывали макшимость работники розных организаций, структуры, ведомствов. Так долучиться до обмеркования смогли не только прационные, педагоги, простовники профсоюзов, молодь, а так само работники сельгазпродприемствов. Я считаю, что это уже стало такой хорошей традицией в нашем государстве. Это, наверное, по инициативе нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко, что такие важные вопросы выносят на общее отсуждение. И каждый, в принципе, вот, кстати, сегодня изменен формат этого диалога. После окончания речи будут даже в зале задаваться вопросы, когда никогда такого не делалось. То есть каждый желающий может нам задать вопрос. Я считаю, что очень затронуты важные вопросы в плане, конечно, политики нашего государства в отношении и западных стран, и отношений с Россией, с Украиной. Вопросы, которые будут скоро обсуждаться на референдуме, так сказать, о принятии или не принятии изменений в нашу Конституцию. Вот до этого были затронуты важные моменты о здравоохранении. Даже внесено такое предложение. Один день нужно заставить человека пойти обследовать свое здоровье, потому что, конечно, лечить это гораздо дороже обходится к государству, нежели, так сказать, предупредить болезни, которые могут быть. Тем более, с такой ситуацией, которая сейчас у нас, ну, вообще, в республике и во всем мире. Вот, еще, конечно, как нам, как дружникам сельского хозяйства, очень важны вопросы, которые, так сказать, вот недавно приводили буквально в речи примеры, что маленькие такие сельхозпредприятия довольно-таки себя хорошо чувствуют на плаву, и не надо им мешать работать. Это очень важно, конечно. Хотелось бы еще поддержка, чтобы была какая-то со стороны государства, именно как нам сельхозпредводителям, нормально такая. Я считаю, что референдум – это способ решения важнейших общественных и государственных вопросов. В нем могут принять участие и должны принять участие все граждане нашей страны, естественно, которые обладают правом голоса. Почему я так считаю? Мне кажется, что от того, какое решение мы примем на референдуме, будет зависеть жизнь не только нашего государства, но и каждого отдельного человека нашей страны. За свою историю, независимую историю Беларуси было проведено три референдума в 1995, 1996 и 2004 году. В этом году я впервые буду принимать участие в референдуме. И знаете, это для меня такой ответственный и важный момент. Ведь от того, какое решение приму не только я, но и все граждане нашей страны, будет зависеть дальнейшая наша судьба. Меня в полной мере устраивает то, что все те вопросы, которые и предложения, выдвинутые на дополнение и обновление в Конституции, они сделают нашу страну еще более социально ориентированной. Здесь затрагиваются многие вопросы. Это и социальная гарантия, это структура органов государственного управления, полномочия органов государственной власти, это сохранение исторической памяти, семейной ценности. Несомненно, те изменения и дополнения в Конституцию, которые предложены, они необходимы. И необходимы это в первую очередь не только для будущего, для развития нашей страны, но и также для того, чтобы сохранить уже то, что достигнут.